В принципе, некий зелёный. Даже если мы хотим сделать гладкую живопись, вот этот набор мы можем осуществить прямо как натального стихина. Единственное, что подмечаем те листики, которые там участвуют. Как правило, листья повисли, вот они размахнулись и повисли, цветы больше выстроились. И вот эту размахность листьев мы набрасываем. Как правило, листья крупные, нависли сюда. Как правило, этот рефлекс имеет цвет той плоскости, на которой он находится. То есть он чуть светлее. Он не равен свету. Он только отражение света. Вот светлая плоскость. Поэтому он и есть, но слабенький. У этого предмета обязательно, поскольку свет упал, есть тень. Как правило, не параллельно, а туда. То есть мы же отсюда, освещениями, и теневая упала чуть туда, вдаль. Чуть вдаль, вбок и вдаль. Если, значит, блик у нас никогда не здесь. Только при контражурном освещении с той стороны. А при нормальном, классическом освещении, блик никогда не загоняйте в угол. Не загоняйте сюда в угол. Пусть он будет где-то отступив от угла. То есть мы рисуем идею шара. Обратите внимание, что палец Можно такую вкуснятину положить кистью. Я думаю, что кто пользовался кистью, мы туда, в ту меру не дадим. Хотя возможны нюансы. Нюансы. И в одних случаях можно было бы и ударить. То есть все, что тут в тени, сохраняет некий сумрачный. Сбивает, а многие и сильно сбивают из этого потребительского скучного пути Салдафонского. От которого нет ощущения полноты жизни. Полнота жизни у человека появляется в трех вещах. Вещах проявляется. То есть когда он любит, когда он творит, и от словесности нашей. То есть это то, что в нас образ Божий. Поэтому когда в нас Словотворчество, это и так мы целыми жизнями заняты. И конечно те, кто любит Словотворчество, у них еще больше. Вы знаете, как можно посмеяться просто от удовольствия сложенных слов. И любить трудновато. Это тоже, наверное, знаете. Но занятие искусством, а в данном случае это как раз таким вот искусством, которое прямо в самое сердце музицировать чуть труднее. Это надо других напрягать своим шумом. То есть здесь ты никого не напрягаешь. Не заставлю. А? Только представательно. Да. Представательно. И когда мы занимаемся творчеством, мы сразу чувствуем недосухость души, если мы не любим. И если и чем больше мы нуждаемся в творческом проявлении, тем больше мы нуждаемся во влажности души через переживания любовные. То есть любовные переживания наполняют душу. Это дает возможность творить. Возможность творения дает вас дает раскрывает еще душу для любви. Поэтому разговор о любви в творчестве через творчество в любви и через любое в творчество это